Темпы роста мировой экономики в наступившем году замедлится до 2,4% по сравнению с 2,7% в 2023. Об этом говорится в прогнозном докладе Департамента ООН по социально-экономическим вопросам, которые накануне представили в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. По словам экспертов, прошедший год оказался лучшим ожиданием. Тем не менее, глобальной экономике не удалось вернуться к допандемийным показателям роста. Следующий год будет более сложным из-за эскалации конфликтов, вялой международной торговли и учащающихся климатических катастроф. Высокие процентные ставки, сокращение потребительских расходов и ухудшение ситуации на рынке труда станут причиной замедления роста в крупных развитых странах, особенно в США. Краткосрочные перспективы многих развивающихся стран, в частности в Латинской Америке и Азии, также ухудшаются из-за вялого внешнего спроса, ужесточения финансовых условий, сокращения пространства для бюджетных маневров. Одной из немногих позитивных новостей прогнозируется почти полуторакратное замедление глобальной инфляции до 3,9%. Перспективы китайской экономики эксперты ООН оценивают сдержанно оптимистичной. В целом расходы домохозяйств по-прежнему сильны. Мы видим, что они стабильны и имеют потенциал роста в дальнейшем. Мы не так уж озабочены охлаждением рынка жилья, которое наблюдалось в прошлом году. Эта проблема в значительной степени купирована. Мы не увидели никакого ухудшения по сравнению с тем, что было в середине года. С этой точки зрения у нас есть причины испытывать оптимизм. Поэтому 4,7% – наш базовый сценарий роста для китайской экономики, который может быть скорректирован в середине года.